Что касается ситуации с задержанием Бочковского и его заместителя, там достаточно доказательств не только для того, чтобы решать меру пресечения, там достаточно доказательств и по его обвинению. Однако вызывает удивление действия отдельных сотрудников прокуратуры. Тот же прокурор Шевченко, который перед задержанием господина Бочковского на заседании комитета министров подписал подозрение Бочковскому заму, в зале суда вдруг засомневался в том, что он сделал правильно. А опытные следователи, работники милиции, они что-то не припоминают такого случая, что прокуроры, предъявляющие дела Луценко, Тимошенко, другим политическим вязням или же на Майдане, вот точно так же в суде говорили, ой, мы что-то ошиблись, не хватает документов или еще чего-то. Могу сказать откровенно, то, что сказал Аваков после задержания, этот арест это прививка для всех коррупционеров Украины. И если бы он не был бы публичным, то этого бы ареста даже не могло бы быть, потому что этот чиновник Бочковский был завязан во многих коррупционных схемах, о которых еще узнает страна и может быть содрогнется. Что касается сегодняшнего дня, сегодня была коллегия Министерства внутренних дел, я также присутствовал член коллегии. Туда были приглашены начальники областных управлений МЧС, которые отстранены решением кабинета министров. И министр выступил и сказал, что каждый из вас, кто сегодня после коллегии останется и начнет сотрудничать со следствием и расскажет, как по-настоящему устроилась работа у службы по чрезвычайным ситуациям, тот сможет облегчить свою участь. Я могу сказать, что на период перед началом программы, я говорил с министром, уже 4 начальника областных управлений дали чистосеречные показания, без пальцев в дверь и без отрезания пальцев, о том, как с них вымогали каждый месяц деньги. Как они возили в Киев и многие другие интересные вещи, которые будут приложены завтра дополнительно, чтобы уже прокурор не отвертелся вместе с судьей.